Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы поговорим с вами о человеке. Человек сотворен в шестой, завершающий день творения. В книге «Пытия» сотворение человека описывается так. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными. И сотворил Бог человека по образу своему и по образу Божию, сотворил его из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душе живою». Особенность человека и отличие от прочих творений Божьих заключается в том, что человек является существом, в котором соединяется и телесное, и духовное. Человек – наивысшее создание Божие. Видимый мир, включая небо, землю, море, солнце, луну, звезды, животных, растения, образовался до человека и для человека. Святой Григорий Низкий сравнивает Бога с добрым хозяином, который сначала прибирает дом, готовит еду, а потом зовет высокого гостя. Человек сотворен, чтобы властвовать над окружающим миром. Сотворив человека, Бог дает ему власть нарекать имена. И вот наречение имен животным – знак того, что Бог поставил человека над ними, сделал его их властелином. Бог сотворил человека как мужчину и женщину. Человек – единственный из всех живых существ, сотворен по образу и подобию Божию. Святые Отцы различают образ и подобие Божие в человеке. Образ Божий был дан человеку в момент его сотворения. Подобие должно быть достигнуто человеком через нравственное совершенствование и доброделание. Святитель Василий Великий говорит, что человек – есть творение, получившее повеление стать Богом. Образ Божий, данный человеку от рождения, неуничтожим. Подобие же может быть утрачено вследствие греховной жизни. Отцы Церкви различают в человеке материальное начало, называемое телом или плотью, и духовное – душа, дух или ум. При этом дух или ум понимается как высшая способность души. Первозданный человек был бессмертен и свободен. Он пребывал в полной гармонии с Богом и окружающим миром. Сотворив человека, Бог поселил его в Эдемском саду, который также называется Раем. Среди других деревьев, насажденных Богом в Эдемском саду, особо упоминаются два. Это дерево жизни и дерево познания добра и зла. С деревом познания добра и зла связана первая заповедь, которая была дана Богом человеку. Заповедь Божия была не просто запретом, а она указывала на то, что человек зависит от Бога, который даровал ему жизнь и призвал к общению с собой. Первый человек Адам приступил данную ему Богом заповедь и тем самым совершил грехопадение. Причиной того, что человек подался этому дьявольскому искушению, была гордыня. В результате грехопадения человек стал смертным. Телесное тление принесло с собой болезни, страдания, старение и, в конце концов, смерть, как разлучение души и тела. Последствия грехопадения от одного человека распространились на весь человеческий род. Будучи потомками Адама и унаследовал его природу, каждый человек причастен к греху с самого момента своего появления на свет. Повреждение человеческой природы сделало человека склонным к греху. Последствия грехопадения распространились не только на людей, но и на весь тварный мир. Преодоление последствий грехопадения для человечества и всего дворного мира совершает богочеловек Иисус Христос, или, как его еще называют, второй Адам. Дорогие братья и сестры, в основе христианского отношения к человеку лежит заповедь о любви к ближнему. Чтобы исполнить эту заповедь, прежде всего, нужно видеть в каждом человеке образ Божий. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит, «Люби всякого человека, несмотря на его грехопадение. Грехи грехами, а основа-то в человеке одна – образ Божий». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok